Девушки отдыхают Какие у меня гарантии? Абсолютные. Предмет сможете забрать только вы или человек, который назовет пароль. Пароль положите сюда. Запечатаете и уберете в ячейку. У вашего представителя будет только одна попытка. Если он ошибется, предмет будет храниться у нас вечно. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Девушки отдыхают. Прошу, товарищ генерал. Здорово, полковник. Здравствуйте, Владимир Алексеевич. Прямо из Москвы. За что мне такая честь? С удачным возвращением. Отдыхаешь? Пытаюсь. Обещали не дергать недельку. Чай надо непременно из самовара. Из чайника совсем не то. В чайнике вода, в самоваре душа. Спасибо, Саша. Наверху остались довольны твоей работой. Просили выразить благодарность лично. Партия прикажет, комсомол ответит, есть. Ну, старовато для комсомольца. Что с моим делом? Как прошли последние торги? Неплохо, но сделка в Цюрихе сорвалась. Какой-то американец торг перебил, а у меня таких денег не было. Что за американец? Пожелал остаться неизвестным. Ты уверен? Конечно. Докладную я подготовлю. Подготовишь? Только до меня другие сведения докатились. От кого? Неважно. Владимир Алексеевич, любые сведения должны иметь автора и подкрепляться его репутацией. В моей репутации сомнение есть? С огнем играешь, полковник. А я всю жизнь с огнем играю, товарищ генерал. Товарищ полковник, письмо пришло. Пишу ответ? Пиши, пиши. Саша, у нас молоко есть? Молоко? Да, молоко. Есть. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА 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 Ешкин кот. Опять подстанция, что ли? Охрана. Да, Андрей Сергеевич. Понятия не имею. Сейчас буду разбираться. Да. Да. Понасстроить домов, понимаешь. А электричество нормального? Алло, здрасте. Из восьмого дома беспокоят. У нас опять свет выбило. Едет аварийка? Отлично. Да. Приехали? Слушайте, братцы, ну сколько можно? Здесь же солидные люди живут. Очень хорошо. Вы к кому? Майор Мешаков. Уголовный розыск. Александр Галицкий здесь проживает? Кто? Рэпер. Парадонтас. Парадонтас? Здесь. Ой. Так. О, этот? Нет. Вот они, деятели культуры. Кто здесь есть, Александр Галицкий? Отзовись! Свет, погаси, дятел. Сергей Петрович, всех покуем? Я тебе дам всех. Телегу напишешь, потом устанем рапорта до пенсии писать. Тут по-тихому надо. Черт. Черт. Девчонки, декорщик, так громко. Эй, эй, ты Галецкий? Не, я сиплый. У тебя минералочки нет? Нет. Зря. Не он, товарищ майор. Я заметил. Эй, сиплый. А где этот? Паша, как его? Парадонтас. 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 И кариес придачу. Сандро. Алло. Я сплю. К тебе пришли тут. Это он, Сергей Петрович. Чудесно. Вы Александр Галецкий? Я спрашиваю, вы Галецкий? Хары орать-то я Галецкий. Александр Михайлович? Михайлович, отца Михаила, сына. Паспорт есть? Вот. Паспорт есть, Ваша честь. Но зачем он нужен, если я здесь? Так, Галецкий Александр Михайлович. 87-го года рождения. Хорошо. Что-то такое хорошо. Если узорам плохо. Что вам угодно, господа? Тебя нам угодно. Ты где вчера зажигал-то, голубчик? Давай, лейтенант, с одной стороны, я с другой. У меня баттл был. Я не хочу. А баттл? Это что? Тип состязания у рэперов. Николай Михайлович, да не полетит он. С хорошим движком, Аркаша, все полетит. Был бы положительный угол атаки. Здравствуйте, Николай Михайлович. Здрасте. А идеальный аэродинамический профиль, это беспрофиль. Посмотри, например, на крыло стрекозы. Стрекозы. Николай Михайлович, вам нужно зайти в международный отдел, чтобы оформить документы на аэрокосмический салон в Рио-де-Жанейро. У меня прическа новая. Как вам? Мне не знаю, а вам очень хорошо. Ирина, у нас к испытанию все готово? Конечно. Запускайте. Хорошо. О, дай попить. Тебе не понравится. Это отвар язвенный. Гадость редкостная. Там холодильник и минералочка есть. Принесешь? Принесу. Вот сознаешься и принесу. Сюда. А лучше в камеру. Там кран, в кране водичка. Пей, хоть упейся. Водичка, водичка, перелетная птичка, сбежала как-то электричка. Нет, товарищ майор, дело гиблое, он до вечера не оклемается. Некогда мне ждать, до вечера. Бланки давай. И брат, сюда его привези. С обоими поговорим. Вы только поаккуратней. Все ж таки знаменитость. Не учи ученого. Вали давай. Понял. Ну что, Александр Михайлович? Угу. Признаваться будем? Угу. Или как? Я не понимаю, что я должен объяснять. И брат мой здесь при чем? Галецкий Николай Михайлович, я так понимаю. Правильно понимаете, только я не понимаю ничего. Паспорт ваш можно? Пожалуйста. Присаживайтесь. Разговор будет долгим. Сандру. Никого. Что происходит? Блин, принеси минералочки там на кухне. Паш. Да, Сергей Петрович. Нальи ему воды. Наливаю. Ну и что же вы так неосторожно-то? Подождали, пока дедуля сам того этого. Поторопились вы. Вы можете побыстрее объяснить, что случилось? А то мне идти надо, у меня испытание там. Спасибо, бро. Узнаете? Нет. Николай, а ты зачем приехал? Я же тебя не звал. Значит, каяться не будем. Не хотим. Каяться, может, и хотим, только не понимаем в чем. В убийстве гражданина Милютина Александра Агеича, 43-го года рождения, проживающего по адресу Переулок Гринько, 5. Опять, опять, нас переулки мели от скуки, грязь под ногтями и толстый... Сандро, да помолчи ты. Откройте, полиция. Здравствуйте, капитан Селезнев, уголовный розыск. Я по поводу убийства вашего соседа. Ой, да некогда мне. Покойный все свое имущество завещал вам, а третьего дня взял и скончался от терничного приступа. А на все воля божья спастись не получится ложью. Хватит. Так, а мы-то с братом здесь при чем? А при том, что перед смертью Милютин был привязан к стулу. Вот заключение экспертизы. Как вам это? Да никак. Я же вам говорю, мы с братом никакого Милютина не знаем. Почему вы вообще думаете, что завещание составлено в нашу пользу? Мало ли на свете Горецких? Может и немало, но в завещании указаны именно вы. А посторонних в тот вечер вы не видели? Я молодой человек, уже все рассказала вашему коллеге. Мишаков, кажется, его фамилия. Мужчина какой-то был. Он спускался по лестнице. Я сначала услышала шум, потом выглянула, посмотрела, он по лестнице спускался, все. Угу, по лестнице. А что это был за мужчина, вы его знаете? Да откуда же? Нет, не знаю. Я уже все рассказала. Ну, а если подумать? И думать нечего. Лица не видела. Все, у меня там место. Стойте, подождите. Подождите. Скажите, вам знакомо вот это лицо? Нет. А кто это? Серийный убийца, бабушка. Маньяк. Да вы что вы? Аня, у кого аспирина нет? Одну таблеточку. Так, пойдем проверенным путем. Паша, протокол. Угу. Гражданин Галецкий, где вы были пятого декабря? В декабре, в декабре, все деревья серебреют. Можно помолчать? Какой это день недели? О, вторник. Вторник. Ну, на работе был. До ночи? Нет, часов в семь ушел. И куда ушли? В переулок Гринько? К маме ушел. И кто это может подтвердить, кроме мамы? Да, ну, все могут подтвердить. У нас все время там много друзей и родственников. Значит, родственников и друзей поименно, с телефонами. Ночевали тоже у мамы? Да. Милютин Александр Агеевич. Вам кто? Родственник? Знакомый? Да не, полиция. Тут вообще без вариантов. И не знаем мы никакого Милютина. И никогда не знали. Так что, хоррэ, Геннадь, мне вообще на хату надо. Меня гусрайтер ждет. Надо какие-то панчи подделать. Все, никого валим отсюда, давай. Так, никто никуда не пойдет, пока не ответит на мои вопросы. Где вы были в ночь с пятого на шестое? Да сказано же уже, у мамы. Во сколько уехали и куда? Пообедал и в Питер. За мной машина пришла. А вы с ним вместе поехали? Или как? Я на электричке с утра уехал. Где живет мама? В Солнечном. Точный адрес. Значит, кто такой Милютин, вам обоим неизвестно. Да е-мое. Ну ты че, тупой что ли? Ну, вожи ты себе в орех, что не знаем мы никакого Милютина. Попутал ты че тут, бро? Сергей Петрович. Посмотрите внимательно. Уже год никак не можем поймать этого супчика. Что вы говорите? Да, а если ловим, то приходится отпускать. Это почему отпускать-то? А вот как раз по причине несознательности граждан. Ничего не видел, ничего не знаю. В общем так, если вы что-то вспомните, позвоните мне. Ага. А нет. Лучше товарищу Мишакову. У вас есть его телефон? Да. Да, 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 он карточку оставил. Сейчас, секунду. Вот она. Да, это его номер. Всего хорошего. До свидания. Ну и рожа. Паша, возьми с них подписку о невыезде и в лабораторию отведи, чтобы отпечатки взяли. Ага. Садитесь. Заполните и распишитесь. Хотел я с вами по-человечески. Только все вы душегубы одинаковые. Душегубы, душегубы, ваши губы недостаточно грубые, чтобы трубы... Заткнись, Сандро. Чтобы трубы распевали у гроба, как далека дорога... Хватит. И что за клички-то у вас? Сандро, Нико. Сами-то неблатные вроде. Мы неблатные. Мы грузины. Дедушка у нас грузин. Поэтому в семье называют на грузинский манер Сандро и Нико. Свободны, грузины. Идите за мной в лабораторию. Так, ну чё, а куда поедем? Я поеду на работу. А куда ты понятия не имею. Нико, хорош дурить. Здрасте. Скажите, вы адвокат Парадонтеса? За что его задержали? Это драка, наркотики, бытовуха. Буквально несколько слов для моего видеоблога. Скажите. Я набрал 30 миллионов просмотров. Можно фото напасть? Парадонтес, за что вас задержали? Это драка, бытовуха или это наркотики? А? Буквально несколько слов для моего видеоблога. Поехали, поехали, поехали. Ну и что это было? Угробил кого-то по пьяной лавочке? Да никого я не гробил. Я вообще ничего не понял. Слышь никого. А правда, что они до меня докопались? Заметь, не только до тебя. Что это за история с наследством? А я знаю. А может забыл? Последние мозги пропил и забыл. Ой, да пошел ты. Ты знаешь, как ты мне надоел, а? Я тебе всю жизнь вместо няньки. Ты делаешь, что захочешь. А я за тобой разгребаю, да? Да не разгребай, кто-то тебя просит. Никто не просит. Нико, иди скорее сюда. Это твой братик. Смотри, какой хороший. Ты должен его любить и защищать. Почему, дедушка? Потому что ты старший Нико. Николай Михайлович, добрый день. Николай Михайлович, добрый день. Это Крепов. Тут видео выложили. У вас все в порядке? Я что-то до Сандро не могу дозвониться. Что там за история с задержанием? Он старательно делал вид, что ничего не проявляет. Понятно. Вы тогда езжайте к нему домой. Да, я сейчас тоже туда подъеду. Довольно несколько слов для моего видеоблога. Вы боитесь сказать правду? Не бойтесь. Мои подписчики – это ваши поклонники. Они имеют право знать все о своем кумире. За что задержали скандального рэпера, я пока не знаю. Но обещаю, что вы будете первыми, кто об этом узнает. С вами был Серега Заноза. Не забудьте про лайки. Пока. Адвокат твой звонил. Не может у тебя дозвониться, просил дождаться. Ё-моё, я телефон, походу, дома оставил. А дождаться – это тема. В кои-то веки брат к брату в гости придет. До сто лет бы к тебе не ездил в гости. Мне на работу надо, у меня испытание. Ой, да какое испытание? С пенсионерами чай гонять. Кузмич, хао ю, че кого? Здравствуйте, Александр Михайлович. Отпустили вас? Ну, а куда же не денутся? Все ништяк. Позвони Глебову, узнай, где он. Мне ехать надо. Да ладно тебе, щек, посидим, пивка попьем. У меня башка трещит с утра, сил уже нет. Сандрик! Ты где был? Все уехали, а я тут одна. Сиплый я. Ты меня бросил. Это за шквар. В ментовке был, дело шьют, прикинь, еле вырвались. Тебе? Ты че, медного всадника своим поршиком снес? Нет. Так, где Маргарита Степановна? А это че, твой шофер новый? Кто? А, нет, это мой брат старый. Маргарита Степановна, ну где вы ходите? Сандро, Глебову позвони. Лиса. А ты правда брат, а не шофер? Сиплый, разве у нашего Сандрика есть брат? Разве нет? Ну не знаю. Он не похож на Сандрика. Он похож на шофера. Лиска, че ты гонишь? Я Сиплый, а ты и правда братан нашего? Правда, правда. Ну я пройду. Проходи, кто ж тебе не дает, бро? Тут все свои. А если ты брат, то ты кто? Мы своих не томим у порога. Райтер? Нет, Звуковик. Промоутер? Николай Михайлович, здравствуйте. Маргарита Степановна, здрасте. А я пришла, Александра Михайловича нет, никого нет. Никто не знает, где он. Хорошо, что вы вместе приехали, снимайте пальто. Спасибо. Нет, ну скажи, кто ты? Кофе будете? Нет, нет, я только с Сандро поговорить. Или может пообедаться? Нет, спасибо. Ну он в спальню пошел, проходите. Но если ты брат Сандрика, ты же кто-то, кто? Я аэродинамик, знаете, что это? А самолеты, знаете, вот я занимаюсь самолетами. А зачем ими заниматься, пусть себе летает. Да, я знаю. Че? И никого не знает? Да ладно, понял я, понял. Да ну их. Как? Как тут чувак сказал фамилию того чувака, который нам завещание оставил? Милютин Александр Рогеевич. Милютин Александр Рогеевич. А? Адрес? А адрес? А адрес какой у него? Переулок Гринько. Гринько, Переулок. Понял, если че наберу. Ну че, короче, Глебова может не ждать, его в суд какой-то дернули. Сейчас пришлет координаты нотариуса, который в том районе по завещательным делам. Никого, ты не сходишь за пивасиками, а? Нет. А зачем ты занимаешься самолетами? Как ими заниматься? Маргарита Степановна, я ехать должен. Пальто принесите, пожалуйста. Ну, самолет, это же, это же самолет. Такой девайс. Как ими заниматься? Ты их рисуешь? Я их считаю. А как же кофе? Нет, спасибо большое. В следующий раз спасибо. Ты в школе училась? Училась. Хорошо или плохо? Средне. Физику с математикой, наверное, прогуливала, да? Угу. Ну, тогда, как я смогу тебе объяснить, что такое аэродинамика? Глебов нотариуса прислал. Записывай. Запомнил. Завтра поедем. Не, я не при делах. У меня запись. Давай сам. Будьте здоровы. Спасибо. У нас тут сквозняки жуткие. Ветер, как с него и дунет, так я с насморком. Честно говоря, мы таких вещей не практикуем. А оглашение завещания процедура стандартная, но Илья Алексеевич, он сказал, что какая-то там история с завещателем. Его убили. А. Уголовное дело открыто? Я не знаю. Ну, наверное, открыто. Тогда вы не сможете вступить в права, пока по делу не вынесут решение. При чем здесь права? Ни я, ни мой брат вообще не знаем этого человека. Мы первый раз… Датьяна Петровна, чайку поставить? Нет, нет, Женечка, спасибо. Я же говорю, его не знаем. Мы о наследстве ничего не слышали. Наследство хорошее. Квартира в центре. Дом. В озерках. На берегу залива. Цветочные двенадцать. Далее. Коллекция картин. Внушительная. Покойный долгое время жил за границей и привозил картины со всего мира. Собрание старинного серебра, бронзы. Все оформлено должным образом. Занесено в каталог и атрибутировано. Здесь какое-то недоразумение. Никаких недоразумений. Указаний на ваши родственные связи действительно нет, но наследники определены однозначно. Галецкий, Александр и Николай Михайловичи наследуют в правных долях. Понятно. И что нам теперь делать? Ну, вероятно, дождаться решения по уголовному делу и вступать в права в соответствии с процедурой. Послушайте, ну при чем здесь процедура? Я же, я же говорю, мы вообще не знаем, кто этот человек. Завещатель. Знание или незнание в любом случае на ваши права не влияют. А может, он ваш дальний родственник? Просто вы не в курсе. Да, ну нет. Не может быть. Всякое может быть. Будьте здоровы. Спасибо. Даня, разверни пока машину. Я быстро. Хорошо. День добрый. Ой. Погодка сегодня, да, бабуля, вообще хорошая. И тебе не хворать. Ой. Добрый день. А вы к кому, молодой человек? Мне бы… Милютин здесь живет? Здесь. Только он умер. Угу. А родственники его? Нет у него родственников. Угу, ясно. Слушайте, а вы, простите, кто будете? Сосед. Ага, сосед. А зовут вас еще раз, извините. Ну, Селезнев. Угу. А я Галицкий. А вы давно здесь живете? Слушайте, а вы с какой целью интересуетесь? Да ни с какой. Мне просто нужен Милютин. Я же вам сказал, он умер. Ну, это понятно. Ну, а наследники? Наследники же у него. При чем тут его наследники? Вы что, страховой агент? Да нет, я просто… Вот просто знаете что, молодой человек? Шли бы вы отсюда, а то я сейчас позвоню кому-то. Не-не-не, не надо никому звонить. Нет, я позвоню. Не надо, не надо, не надо. Ну, теперь стойте. Не надо звонить, я ушел уже. Ой, ой, сорян, 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 сорян. Зачем же вы так бегаете? А если бы на моем месте был пожилой человек? Но на вашем месте же вы. Вот. Спасибо. Хотите автограф? Чей? Мой. Зачем? Ну, я не знаю. Не хочу. Я хочу, чтобы в будущем вы были внимательней. А у нас с вами есть будущее? Я бы очень на это надеялся. Ну, конечно же, буду внимательней. Я же мог и мимо вас пройти. Даня, а ты веришь в любовь с первого взгляда? Я верю в дружбу. А я верю. Так а по мне не важно, с какого взгляда. Важно, чтоб она была. Любовь. Ба! Знакомые все лица. Вот прав был классик Павлуша, который сказал, что преступника всегда тянет на место преступление. Вот так. Так. Капитан, ну хорош. Ну реально не смешно уже. Ты опять все попутал. Ты мне не тыч, а во-вторых, я майор. А во-первых? А во-первых, отправлю-ка я тебя зону топтать лет на двадцать. Что ты там мне про свой алиби втирал? Товарищ майор, все готово. Последний раз по-хорошему тебя спрашиваю. Вы с братцем старичка грохнули? Подумай. Дальше будет по-плохому. Вот бляха-то от сандалика. Ну чего ж ты вкурить-то никак не можешь-то майор. Не убивал я никого. И никого не убивал. Ясно. Приведете его через пятнадцать минут. Есть. Присаживайся. Че, куда? А где хочешь. Подожди. Давай. Подсадные, прошу. Сюда хочу. Миша, свидетельницу приведи. Уже веду. Салют. Валентина Кирилловна, посмотрите внимательно. Кто из этих молодых людей вам знаком? Тихо. Тихо. Понятые внимания. Расскажите еще раз, где вы его видели? Видела я его в ночь с пятой на шестой декабря, когда умер мой сосед Александр Ангеевич Милютин. Вот так вот. Конкретно где? В какое время? Да на лестнице у нас ночью часов двенадцать. Вот же, гад. У вас на лестнице это где? Где-где? В доме, где усопший жил. В переулок Гринько пять. Замечательно. Все свободны. Так, а ты куда? Ты-то как раз занят. Селфи ему. Душегуд. Давай руку. Я тебе двадцатку обещал, будет тебе двадцатка. Вот балбес, а! Нет, чтобы сразу ялочку с повинной оформить. Погоди, майор. Я что-то не понял. Это что сейчас? Эта бабка типа сказала, что меня видела где-то? Да не где-то, а на месте преступления. Аккуратно, ночь убийства. Думал, если ты звезда, так тебе все с рук сойдет. А это мне звезда свалилась на ладошку. Паш, давай конвой и в камеру его. Есть? Подождите, подождите, как… Какую камеру мне… Позвонить надо? Адвокату? Да хоть министру. Внутренних дел. Вот уже пятый час. Рэпера Парадонта за него пускают из полиции. Стало известно, что его опознала некая свидетельница преступления. Сдается мне, в ближайшее время наш кумир будет радовать своим творчеством только… Николай Михайлович, вам совершенно незачем туда ходить. Нет-нет, я с вами пойду. Ну, дело ваше. Так, дайте пройти. Пройти, дайте. Раскубитесь. Сергей Петрович, Паша, я в прокуратуру за постановлением на арест. Там у входа журналистов куча. Куча? Разберемся. Ага. Здравствуйте. Вы майор Мишаков? Ну, положим, я. Ага. Крокодил по клетке ходил. Йоу! Каждый дебил знает, кто крокодил. Иди. Галецкий, на выход. А если я его не отпущу? Майор, вам еще раз перечислить процессуальные нарушения, допущенные в ходе задержания и опознания. Вы даже протокол составили неправильно. Вот это не протокол. Это филькина грамота. Вот так, Паша. Никогда у нас в стране порядка не будет, если мы сначала будем убийц сажать, а потом отпускать. На первый раз, майор, голословное определение убийца в адрес моего клиента я вам прощаю. Товарищ майор, Галецкий здесь. Давай. Иди сюда. Иди, иди. Какого лешего ты с ними поехал? Почему мне сначала не позвонил? Так а чего кого? Меня повезли, я и поехал. А не позвонил, потому что этот телефон забрал. Майор. Держи. Мы можем идти? Можете. Слышь, ты чего к велютину поперся, а? А я знаю, ты ушел, меня вперло разобраться во всем. Разобраться. Спасибо большое. На здоровье. Если бы этот майор не поленился и оформил все как надо, я бы ничего не смог сделать. За мной не заражаю. Само собой. Мне почему сразу не позвонил? Да ты же сам сказал, что я тебе надоел. Надоел? Ну это здесь причем? Стоп! Там же журналисты. Ох ты ж ее, сколько их набежало-то. Что делать? Здрасте, а можно входы, пожалуйста? Да, можно, конечно. Спасибо. Девушки, а здесь есть запасной выход? Да, есть. Показать можете? Да, конечно. Сандро, Сандро, позвони Даньяру. Спасибо. Пусть подгонит машину к запасному выходу. Парадонтас, в чем вас обвиняют? Вы собираетесь устраивать пресс-контересы? Вы действительно убили человека, скажите? Что вам предъявляют? Короткий комментарий. Это пресс-конкурентов или реальное обвинение? Вы не готовы делать официальное заявление? Скажите, пожалуйста, хоть пару слов. Молчание не в ваших интересах. Получилось. Йоу. Только одна фотка, хорошо? Откуда эта свидетельница взялась? А я знаю. Спасибо вам большое. Спасибо. Спасибо вам большое. Спасибо. Служу России. Ну, чё, неплохец, я время на нарахт провела, а? Глянь, как душеполезно. Слушай, а может, ты у него дома был, у убитого? Нет. А если в состоянии нести? Нико, я до положения рис, напиваюсь только дома. Значит, плохое дело. Майор тебя в покое не оставит. Это ещё почему? Я же не при делах. Потому что бесишь ты его. Ой, да я много кого бешу. Слушай, Нико, так хавать хочу, а сейчас помру. Давай в кабак какой-нибудь завалим, а то я вообще… Ты чё, серьёзно не понимаешь? Это всё серьёзно, тебя в тюрьму посадят, мать, с ума сойдёт. Ты чё, обалдел, что ли, совсем? Человек почему-то оставил нам на следствие, его убили. Как теперь доказать, что это не мы с тобой? Сандро! Сандро! Я, конечно, дико извиняюсь, но мне кажется, нам пора ехать. Он здесь! Ух, ё-моё! А ну, валим, валим! Даня, аккуратно не передави прессу. Да чтобы я какое животное, собачьей или человечей жизни лишил, Аллах мне, судья, не был, такого и не будет. Даньяр хороший. Сандро, позвони маме, вдруг она по новостям тебя видела. Точняк, дурья башка. Чёрт, Глеба в трубу увёз. Ну, мой возьми. Эй, я лиса, ты что, не помнишь? И что ты здесь делаешь? Да не я же сказал, надо Сандрика выручать. Алло, мамуль, привет. Ты как себя чувствуешь? Ты там новости случайно не смотришь? А что смотришь? Он поехал, и я поехал. А что, нельзя? Запрещено законом? Не-не-не, всё в порядке, я просто соскучился по тебе. А телефон дома забыл. Вот Нико тебе привет передаёт, он тоже здесь. Мы тебя очень любим. И целуем тебя, мамуль. Всё, пока. Ну что? Ну что, новости она не смотрит и смотреть не собирается. Так что предлагаю похавать и по домам. Молчание Парадонтаса говорит само за себя. Он сейчас, вероятнее всего, поедет домой зализывать раны. У него сто пудов огромные проблемы. Ну а какие, я расскажу вам позже. С вами был Серёга Заноза. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Увидимся. Да что ж ты будешь делать, я опять пробки выбил он. Надо будет в администрацию написать. Безобразие какое-то. Может, у меня переночуешь всё-таки? Зачем? До ночи уже. Пока доберёшься, утро будет. Если надо, то я в два счёта довезу. Ну? Да сам я доберусь. Даниэр лучше вон девочку отвезите. Зачем меня возить-то? Чё я дура по ночам кататься? Хотя прикольно. Ну ладно, не хочешь как хочешь. Угу. Даня, отвези его домой, ладно? Угу. Отрезу. И Лизку тоже. Хорошо. Я домой пошёл. Давай. Давай, братуха. Угу. Оперед. Оперед. Уйдила. Оперед. Оперед. Какого пыль? Оперед. OK. Оперед. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok 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 Сандро. Кто это? Сиплый. Юрка Сиплый. Конкретней. Рэпер. Я проверял, мертвый он. Что он здесь делает? Ночует. Ну, ночевал, в смысле, он из Выборга. Туда особо не наездишь. У него что, ключи есть? Что? Какие ключи? Гаечные. Соображай, Сандро, от квартиры, конечно. Да я не знаю, может и есть. Сиплого жалко. Он добрый. Клёмный. Твою мать, да что же это делается-то, Илюша? Тихо, 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 тихо. Полицию вызвали? Я звоню. Ой, бестолочь. Сколько раз можно повторять? Сначала я, а потом всё остальное. Значит, времени у нас нет. И у меня вопрос ко всем. Вы его грохнули. Ты чё, охренел? Да я зашёл, он лежит. Ребята вообще позже пришли. Чё теперь будет? Ничего. Николай Михайлович, забираете девочку и уходите. Я никуда не уйду. Не понял? Я брата здесь одного не оставлю. Не время играть в бирюльки. Я здесь остаюсь. Я. А вы свидетели, вы имеете полное право не ждать полицию. Вас вызовут повесткой. Нико, он дело говорит. Я всегда дело говорю. Давайте, давайте, убирайтесь. И Фрэкин свою заберите, иначе мы будем до завтра с полицией разбираться. Ну ладно. Так. Идём. Зачем? Я не хочу. Там сипы. Идём, надо, идём. Не хочу я. Пойдём. Что ты меня трогаешь? Ну, пожалуйста. Что тебе нужно? Я тебе в суд подам за сексуальные домогатые. Тихо. Подождите, я провожу. Прошу вас сюда. Только это какое-то недоразумение. Там прозывают исключительно порядочные люди. Тихо. Разбирался. Посмотри, сынок. Тебе нравится? Тихо. 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 Сиплава жалко. Хорошей дороги, Даниэр. Спасибо. И вам доброй ночи. Да, что ж ты делаешь-то, а? Я не поеду домой. У тебя есть запасная кровать? Если что, могу на полу спать. Ну, а на самом деле тебя как зовут? Можешь звать меня Джунипер. А почему Джунипер? Да ладно, не притворяйся. Да на неё все подписаны. На кого? На лесу Джунипер в Иннете. Ну, у неё свой блог и миллион подписчиков. Ну, она забавная такая, штуки всякие делает, тяпкает, спит смешно. Вот так вот руки вытянет и спит. Не видел? Нет. Её спасли из лисьего питомника. Там лес на воротники выращивают. А её спасли. Чудом. И теперь она прекрасно живёт. У неё даже друг есть пёс. И хозяйка клёвая. Она её любит. Кто кого любит? Хозяйка любит Джунипер. И я решила, что это уже будет Джунипер. Ну, или хотя бы лесой. Тебя что, тоже на воротник выращивали и спасли? Ха, я тебе сейчас покажу. Слушай. Ты её полюбишь. Слушай, я устал, я спать пойду. Ну, подожди, смотри, я уже нашла. Иди сюда. Вот. Когда грустно, смотришь на неё и весело. Клёвая, да? Ну, скажи, клёвая. Клёвая, да? Я же говорила, клёвая. Это здорово. Только нам вставать завтра, нас, наверное, в полицию вызовут. Угу. Скажи почту, я тебе ссылку скину. Давай завтра я тебе скажу почту. Тебя на самом деле как зовут? Юля. Ну? Юля. А чё, хорошее имя. Да тупое имя. Ну да, Джунипер Круча. Ты тоже нифига не ник. И Сандро не Сандро. Это потому, что у нас грузинские корни. В Грузии это вполне себе нормальные имена. Ну, если ты хочешь, можешь звать меня Колян. Не хочу. Вот. Бельё чистое постелил. Если завтра с утра за рубашкой зайду, не пугайся. А я ничего не боюсь. Угу. Ну, вот и хорошо. Спокойной ночи. Субтитры создавал DimaTorzok Я боюсь там одна. А ты тут спишь, как свинья. Подвинься. Субтитры создавал DimaTorzok Я не буду вставать. Я дальше спать буду. Доброе утро, Николай Михайлович. Здрасте, Ирина. Случилось чего? Просто я вам звоню-звоню, вы трубку не берёте. Я по делу. Да. Можно пройду? Ну, конечно. А правда, что вашего брата арестовали. Ну, по новостям сказали, что рэпера Парадонтуса задержали по какому-то там подозрению. Ужас. Ник, кто там? Полиция? Нет, это коллега по работе. А, извините, я, видимо, нарушила интим. Нет. Мне нужен ваш загранпаспорт. Паспорт? Угу. Сейчас. Это вы коллега по работе, да? Здрасте. Не думала, что Николай Михайлович любитель малолетних девочек. Чё это я малолетняя? Я не малолетняя, мне 23. Ник, я займу ванну, ладно? Хорошо. А паспорт вам зачем? Для оформления визы. Вы же... Я полотенце твою взяла. Вы же не зашли в международный отдел. И вообще-то вы... Не шампунь. В Бразилию летите. На авиакосмический салон. А так в Бразилию-то... Виза-то не нужна? Доброе утро, Николай Михайлович. Отпустили. Промариновали до утра, но отпустили. Я поселил Сандро в гостинице по моим документам. Дома ему журналисты жития не дадут. Нет. Нет, вот ходить никуда не надо. Вам что, повестку приносили? Николай Михайлович, я вас умоляю, не надо самодеятельности. Если вас вызовут, сразу звоните мне. Я понял. Я понял. Спасибо большое. Что случилось? Ничего. Нормально все. В полицию идти не надо. И вот я нашел поесть. Я это не ем. Я только то, что выросло и само упало. Чтоб не срывать. Потому что, если срываешь, убиваешь. То есть, сыр ты не ешь? Я буду кофе. Ну, кофе на столе, только на плите. Только кофе тебе тоже нельзя. Почему? Ну, как, его же убили. Сорвали. Потом огнем пытали. А потом вообще перемололи. Да ладно. Угу. Ты гонишь. Ты мой парик не видел? Нет. А ты че, один живешь? Один. А тетя Мотя, которая утром заявилась, она тут не живет? Она твоя наложница? Она не наложница и тут не живет. Можешь выйти? Мне переодеться надо. Ты че, стесняешься? Мы ж спали вместе. Мы спали на одном диване, а не вместе. Это ты нарисовал? Я. Прикольно. А это че? Это самолет для суборбитальных полетов. Для чего? Для суборбитальных полетов. Он может выходить в открытый космос по баллистической траектории и совершать прыжки через околоземное пространство в любую точку Земли. Самолет в космосе? Там же воздуха нет. А это че, Юпитер? Это Сатурн. Люблю звезды. Это планета. Слушай, я не понимаю, ты действительно, что ли, такая темная? Вас правда ничему не учат? Вы только в соцсетях зависаете. Ты тоже темная. Ты ничего не знал про лесу Джунипер. Да, но, понимаешь, если бы я о ней вообще ничего не узнал, в моей жизни бы ничего не изменилось. Да? Да. Но есть вещи, которые знать необходимо. Например? Например, кто такой Достоевский? Андрей Рублев. Что Стамбул и Константинополь – это один и тот же город. Как один? Где Стамбул, а где Константинополь? И где, по-твоему? А космические корабли летают по космосу. Я такси вызвал. Тебе деньги на такси нужны? Денег у меня своих полно. И вообще, я с тобой поеду. Куда со мной? В институт? А че, нельзя? Кто не знает, Андрея Рублева в твой институт не пускают? Нет, нет. Давай и так. Я на работу еду, ты домой, и это не обсуждается. Вперед. А, купи мне чупик. Чупик. Где я тебе куплю его? Ну, все. В общем так, ты на этой машине езжай, а я на следующей. Все, пока. Нет, не пока. Что? Я не поеду одна. Я и боюсь. Кого? Таксистов. Здрасте. Ладно, пустяки какие. Садись. А давай так. Я тебя до работы провожу, а потом поеду по своим делам. Ну, пожалуйста. Или я позвоню Сандру. Пускай он меня забирает. Ладно, садись. И не смей звонить Сандру. Он тебе сам позвонит. Да ты чё? Он мне никогда не звонит. Сдалась я ему. Ник, а можно я с тобой на работу поеду? Я там тихо посижу. Нельзя. Вы девушка Парадонтеза? А вы его брат. Вы вместе провели ночь? Вы с братом делите эту девушку пополам. На двоих, да? А вы? Вы общаетесь с двумя братьями одновременно. Прошу прощения. Да ну. Сколько вы хотите за интервью? А? Где сейчас Парадонтез? Расскажете? Или о ваших отношениях? Ну, например, с этой девушкой. Любые деньги. Интервью? Я бы дала. Отлично. А вы Николай? Я бы тоже дал. Значит, договорились? А то почему одним всё, а другим ничего? Бежим. Сволочи! Я вас достану! Здорово ты ему в нас зарядил. А ты соображаешь хорошо? Ты же говорил, я дура. Беру свои слова назад. Идем. Подожди. Ты куда? Слушай, ну, чё ты всё время сосёшь его, а? Здравствуйте, Николай Викторович. Здрасте. Здрасьте, курить бросаю. Заменяю одну вредную привычку, другой. Понятно. Ну, в общем, мы пришли. То есть, я пришёл. Тут я работаю. В парке? А? В парке? Ну, почему в парке? Вон в том здании. А, я думала в лесу про баллистические прыжки сочиняешь. Ну, чё, тебя такси вызвать? Нет? Ну, тогда всё, пока. Я пошёл. Пока. Николай Михайлович, здрасте. Здрасте. А кто это? Кто? Ну, вон девушка, на Демидову похожая. А Демидова это кто? Ну, блогерша известная. А, да нет, это так. Ты ошибся. Да? Похоже. Аркадий, ты отчёт о командировке в Жуковской сделал? Ты ещё здесь не надо. Николай Михайлович, а пойдёмте-ка чайку попьём? Не могу, Михаил Иванович. Сейчас вообще никак. Времени нет. Пойдёмте, пойдёмте. А Аркадий доделает. Угу. В советское время чайная церемония была у нас чем-то вроде священодействия. Для начальства покупалась отдельная пачка индийского. Ну, со слоном. А мы, простые сотрудники, пили чай попроще. Грузинский или азербайджанский. Или долго. Не меньше часа. И разговаривали, разговаривали. Исключительно о политике. А теперь народ от политики устал. Да и молодёжь думает совсем о другом. Вам сколько сахара? Я без сахара. А, да-да, я и забыл. Склероз. Коля. Я, конечно, не вправе давать вам советы. Но в вашем возрасте, мне кажется, не совсем верно вести себя так легкомысленно. Я понимаю, что моральный облик в наше время не констант. Михаил Наумович, вы о чём? Ирочка, случайно встретила у вас сегодня, как бы это попроще сказать, девушку легкого поведения. Михаил Наумович. Подождите, Коля, подождите. Я вас понимаю. Дело молодое. Ну, в общем, вы бы изменились перед ней. Перед кем? Перед Ирочкой. Вы же с ней встречаетесь. И потом у вас планы какие-то были. Так, стоп, стоп, стоп. Я не понимаю. Мы встречаемся, планы. Это она вам, что ли, сказала? Нет. Мария Ивановна из международного отдела. А-а-а. Ирочка у неё всё утро проплакала. А она девушка хорошая. Мать-одиночка, двое детей. Калюнь, а тут такой конфуз. Да, действительно, конфуз. Господи. Коля, что там твой брат натворил? Ты в курсе вообще? Я в курсе. Ничего не натворил. Аркадий, покажи. Юрий Осипов, восходящая звезда хип-хопа, известный под псевдонимом Сиплый, был найден мёртвым в квартире рэпера Парадонта. Что это, Коля? Они были конкурентами в области популярных сегодня рэп-баттлов. Убийство это или несчастный случай, пока неизвестно. Но полиция рассматривает обе версии. Аркадий, хватит. А ещё говорят, он какого-то родственника вашего убил. Да чушь, говорят. Никого Сандро не убивал. И к этому парню он вообще даже не подходил. Ну, конечно, чего не скажешь ради родного брата. Рэп — это сила. Сиплый такие перлы выдавал. Прям новый Пушкин. Хотя Парадонтас на последнем баттле его уделал. Особенно в дабл тайме. Я и не знал, что Парадонтас так умеет. Я ещё не так умею. Всем салют. Брат, можно тебя на секунду? Ну и как ты сюда попал? Через дверь. А пропуск? Да я тебя умоляю. Охранники, молодые ребята, нормальную музыку слушают. Смотри, я чё подумал, мутная история с наследством этим. И концов нет. Может, давай съездим к той бабке, которая меня опознала? Зачем? Ну, поговорим по-людски. Почему-то же она в меня пальцем ткнула, а меня там в принципе не было. Тебе вчерашнего мало? Она ментов опять вызовет и загребут тебя за давление на свидетеля. Да не дрейфь ты, бро. Никто не будет на неё давить. Просто спрошу и всё. Без всякого там такого. Глебову позвони. Он тебе разъяснит всё. Не, Глебову нельзя. Ты чё, а мне вообще запретилось в гостинице выходить? Мне просто одному стрёмно. Сандро, почему все твои проблемы становятся моими? Почему я должен их решать? Да ладно, всё, всё. Ничего ты никому не должен. Сам всё решу. Просто мне подумалось, что мы с тобой на одном батле. Ну, как тебе моя маскировочка? Дебильная маскировочка. Я так и знал, что ты одобришь. Облом. Кто там? Откройте, пожалуйста. А это почтальоны. Заходите. Спасибо. Да не приставай ты, иди уже. Квартира Милютина на третьем. Ай, да ё-моё, блин. Ты на клоуна похож. Да я не вижу ни хрена в этих очках. Так сними очки. Да, палец. Ага. Когда я в прошлый раз разговаривал с соседом, эта бумажка была оторвана. С каким соседом? Он назвался Селезнёвым. Это вы почтальоны, что ли? Да. Нет, ну не совсем. Нам нужен Селезнёв. По делу. Он дома? Не знаю. Может и дома. Только не у меня. А в каком смысле? Ну, в таком смысле, что в моей квартире никакой Селезнёв не живёт. А бабуля? Мерзкая такая, такая, она, она тут? Бабуля живёт справа. А Селезнёв, с ней, да? Она живёт одна, и это точно. Здесь живу я. Ни там, ни здесь никакой Селезнёв не живёт. Ты не перепутал ничего? Нет, ну правда, ну хотите, я вам паспорт покажу. Вот моя прописка. А это я. Кутайцева Авдотья Андреевна. А Селезнёв? Да сдался вам этот Селезнёв. Может вы просто домом ошиблись? Вы нас простите, пожалуйста. Меня Николай зовут. Это брат мой Сандро, то есть Александр. Здрасте, ещё раз. Я вас узнала, быстробегущий человек. Зря вы сменили имидж. Прежний вам шёл гораздо больше. А вы очень красивая девушка. Сандро, скажите, а вы всегда здесь живёте? Да постоянно уже больше года. После смерти бабушки, это её квартира. А так с детства. А в ночь с пятого на шестую тоже здесь были? Хотите чаю? Нет. Да. А можно кофе? Объясните, что это за Селезнёв? Почему он должен жить в моей квартире? И при чём тут пятое декабря? Авдотья Андреевна, понимаете, дело в том, что три дня назад у вашей квартиры я встретил человека, который сказал, что он Селезнёв. И что он ваш сосед. Потом эта бабуля. Мерзкая. Да. Заявила, что видела меня здесь в ночь с пятого на шестое. В моей квартире? Нет. На лестнице. А вы были здесь в ночь с пятого на шестое? Да в том-то и дело, что нет. Ничего не понимаю. Да мы и сами, в общем, толком ничего не понимаем. И каждый день всё запутывается ещё больше. Это плохо. Валентина Кирилловна, соседка, дама специфическая, могла что-нибудь и перепутать. Присаживайтесь. Да, но только из-за этого меня хотели в тюрьму посадить. За что? За убийство вашего соседа, Милютина. Должно быть, это неприятно. Не то слово. Скажите, а у Милютина родственники какие-нибудь были? Нет. Бабушка всегда жалела Александра Агевича. Говорила, нехорошо, когда человек один на белом свете живёт. А хотите мандаринов? Дело в том, что Милютин всё своё наследство завещал нам с братом. Его убили, и следствие думает, что это мы сделали. Естественно, из-за наследства. Вот мы и пытаемся разобраться в этой истории. А мы его не убивали. Мы даже не знали о его существовании три дня назад. Странная история. А при чём тут человек на лестнице? Да может и ни при чём. Но только зачем говорить, что ты сосед, если ты не сосед? Подождите. Вот мой номер. Если понадобится моя помощь, позвоните. Это лишнее. Спасибо, конечно, но вряд ли понадобится. Ещё как понадобится. Всего доброго. Всего доброго. Всего доброго. А вы, значит, старший брат? Да, к сожалению. Опекаете младшего. Э, чё значит опекаете? Я совершенно самостоятельная личность. Нахожусь в здравом уме и твёрдой памяти. По-моему, человек в здравом уме не будет читать рэп. Ага. Значит, всё-таки узнали меня. Вас трудно не узнать. Вами просто переполнен телевизор, интернет. Ну мы... Пойдём, пожалуй. Пойдём. Пойдём, 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 пойдём. Ну да что ж ты. Никакого чёрта мы припёрлись сюда. Очень даже хорошего чёрта. Авдотья, это же Дуня. Я понятия не имею. Нико, я на ней женюсь. У нас будет трое детей и все трое мальчики. Я клянусь тебе. О, в помощь. На работу отвези меня. Вы где были? Что у тебя опять на голове, Юля? Что надо? И не называй меня этим тупым именем. Я Лиса Джунипер. А что переминаешься? Я греюсь. Ты домой что ли не поехала? Нет. Я решила тебя ждать. Зачем? Зачем, зачем? Затем? Полдня тут торчу, а ты шляешься где-то. Ты... Ты бездомная что ли? Да я сдомная. Только я не хочу домой и не поеду. И не приставай ко мне. Знаешь что, я взрослый человек. И пока ты со мной, я несу за тебя ответственность. У тебя денег нет? Есть. Денег полно. Ну, правда, полно. Хочешь, покажу? Не надо. Почему тогда домой не поехала, если денег полно? С тобой хотелось. Да, мам. Коленька, это не мама. Тетя Вера, что случилось? Тут... Ната. Что? Что с мамой? Ох, в общем. Вы можете внятно объяснить, что случилось? Никой, если я ей прямо сейчас позвоню, как думаешь, она меня пошлет? Кто? Туня. Да нет, погоди, Сандро. Слушай, тетя Вера звонила с маминого телефона. Сказала, что маме плохо стало. Как плохо? Она в больнице? Нет, дома. Увидела по новостям тебя и... Ей плохо стало. Мама, мама, ты наверху? Никуша, что случилось? Слава Богу. Мам, все, что не показывают, это вранье. Что у тебя болит? Ты была в больнице? Господи, Саша, не кричи, ты меня пугаешь. Я была в больнице последний раз, когда ты появился на свет. Я жива, здорова. Что случилось, папа? Ничего. На-то, но тебе могло быть плохо. Вы должны беречь свою мать. Я смотрела новость. Если будете себя вот так вести, ваша мать непременно сойдет в могилу раньше срока. Вера. На-то. Ой, боже мой, колючие морды. Все, 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 успокоились, я не при смерти. Я смотрела новости, они меня не впечатлили. Вообще, а с чего вы взяли-то, что я при смерти? Наточка, это я позвонила. С твоего телефона. А. Ага. Ой, ладно, все, будем обедать, вы мне все расскажете. Идите умойтесь дороги. Кыш, кыш. Вера, если ты еще раз скажешь моим детям, что я при смерти, я откажу тебя от дома. Чего там Сеня-то так надрывается? Здрасте. Здрасте. Он меня съесть хочет? Тихо. Сеня, тихо. Не бойтесь. Это он просто хочет познакомиться. А. Здрасте. Я, я лиса. Я с мальчиками приехала. У них мама скончалась. Мама не скончалась. Мама — это я. Вам удалось выжить? Удалось. Меня зовут Наталья Александровна. Проходите, холодно. Меня можно на «ты». Я еще молодая. Молодость — это прекрасно. Курица готова? Нико, помоги, поставь в духовку. А. А я мясо не ем. И яйца тоже, потому что это зародыши. А. А овощи только те, которые сами упали, потому что живые резать нельзя. Угу, не все. Мамур, я так рада тебя видеть. Ой, я тоже так рада тебя видеть, сыночек. Саша, ты вообще-то должен думать о матери. Тебе даже не представить, что мы тут пережили, когда увидели в новостях у тебя в доме полицию. А, да, кстати, очень хотелось бы, чтобы вы объяснили вообще, что все это значит. Да. А? Да мы и сами толком не знаем ничего. Да? А я Чупик хочу. Он в машине, там собака злая. Саня, сходить? Никаких чупиков. Садимся за стол. Вер, а когда подъедет Слава? Через сорок минут. Между прочим, мы хотели его дождаться. Девочка, все в порядке. Это морковь, это картофель. Ты можешь совершенно спокойно все это есть. Их никто не срезал. Они выросли в земле. А откуда вы знаете? Вы почувовед? У меня просто большой жизненный опыт. О, а вот и Славочка. Ваш двоюродный брат с детства приучен приходить попремя. Никогда не опаздывает. Ему в школе даже учителя завидовали. Девочка, мы им гордимся. Так, я выпью, пожалуй. Че-то я переволновался. И я тоже выпью. Я тоже переволновалась. Сандро, налей девочке компот. О, Славочка. Ого, все семейство в сборе. Наталья Александровна, это вам. Так, куда поставить? А в ту вазу, пожалуйста. Сандро, ну ты даешь. Весь интернет полон тобой, высший класс. Это ж надо такое выдумать. И все реально. И менты, и тело. И ведь не скажешь, что постановка, а? Подожди, это что, все? Все игра? Так... Боже мой, Славочка. Че игра-то? Все правда. Как правда? Ты что, человека убил? Мамуля, не волнуйся, а ну Сандро уже шутит. Шучу, у чего-то я. Ни разу не шутка. Так, давайте-ка, рассказывайте все. И подробно. Добрый вечер. Господи. Вы меня напугали. Вы принесли? Слушайте, мы так не договаривались. Я вам сделал ключи. Вы сказали, что только поговорите с ним. А вы его убили. Я не хотел его убивать. Так сложились обстоятельства. То, что вы рассказали, мальчики, это похоже просто на какой-то авантюрный роман. Надо же. Завещал свое имущество. Да, она-то. Вот тебе все доставалось легко. И твои сыновья пошли по твоим стопам. Ну что, были у нас родственники с такой фамилией? Нет, не помню. Ну, подумай. Милютин Александр Агеевич. Нет. Нотариус сказал, что он за границей долго жил. За границей? Да, за границей. Боже мой. Что? Я, кажется, знаю. Мам, мам, что случилось? Судьба нашла меня. Какая судьба? Боже мой. Так, нашатырь дайте. Нашатырь в доме есть? Боже мой. Там в кухне, в шкафчике волокардин. Чего тебе? Верочка, что с тобой, а? Сто лет назад. Ты помнишь, я собиралась замуж, а меня не пустили. Там еще в семье был страшный скандал. Нет. Успокойся, пожалуйста. Господи. Господи. Мама, мама, на, на, на тебе. Надо выпить, а ты. Ой, спасибо, Славочка. Все, все, все. Саша, он был дипломат и должен был уехать за границу. И мы хотели пожениться. Вы сказали Саша, то есть Александр Милютин. Я не знаю фамилии. Он подписывал письма просто. Саша М. М. Значит, Милютин. И он писал вам письма. Да. Это были такие восхитительные послания. И я храню их до сих пор. Мы хотели пожениться, но мой папа был коммунистом. И он считал, что за границей я непременно погибну, и что попаду в лапы буржуазных развратников. И запретил мне выходить замуж. А я бы все равно вышла. Даже если бы мне запретили. И тогда Саша стал писать мне письма. А папа даже их пытался перехватывать. Как можно перехватывать письма? Дублировать на другой имейл? Или как? Так, слушайте, давайте по порядку. Он ухаживал за вами, уехал за границу, а потом? А потом все. Как это все? Ну, мы больше никогда не виделись. Не видеться — это ужасно. Погодите, а жил он где? Да может, это другой. Она же фамилию не знает. Может, это тезка или однофамилец. А вот это кто? Вот этот человек кто? Надо, что она делает здесь, в нашей семье? Зачем она здесь? Я хоу, мисс Андрика. Кто? Я с мальчиками приехала, потому что вы наврали, что у них с мамой плохо. Так, Ната, если она не перестанет вот так высказываться, я немедленно у нее… Нет, 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 она ни слова больше не скажет. Мама, тебе нельзя волноваться. Не надо. Все, тихо, тихо, тихо. Рассказывайте, пожалуйста, тетя. Мы познакомились с ним в доме мод. На Кировском проспекте. Я тогда была совсем юная и необыкновенно красивая, и собиралась стать манекенщицей. Я пришла на показ и там увидела его. Я тогда еще не знала, что он там дипломат. Нет, я просто увидела молодого человека с яркими, вылающими глазами. Надо же, Верочка, я ничего такого не помню. Никаких твоих приключений, тем более в доме мод. Ната. А не было никаких приключений. Была большая любовь, и она закончилась трагически. Трагически. Все. Вы оттиск принесли? Нет. Не принес. Почему? Я хочу... Хочу, чтобы вы утроили сумму. Ну, хорошо. Встретимся завтра здесь же. В это время, да? Да. Ну, тогда до свидания. Угу. Угу. А? А? ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Редактор субтитров А.Семкин